Сегодня 11 июля. Выезжаем из Киева. Начасавшись утра. Задача – проехать 813 километров до приграничного города Берегова по трассе Киев-Чоп, переночевать и засветло прорываться в Венгрию. С 4 июля пропускают только два пункта пропуска. Работают круглосуточно – берег Шурань-Лужанка и Захань-Чоп. Для граждан Украины с целью туризм разрешен только транзит – 24 часа на пересечении страны по так называемым гуманитарным коридорам. К основному пакету документов на взрослых, а именно биометрические паспорта, медстраховки, зеленую карту, права и техпаспорт, обязательно необходимо запастись еще двумя. Первый – это распечатка с сайта Booking о подтверждении бронирования. И второй – распечатка, которую необходимо держать в районе лобового стекла – это заполненная форма на сайте Хорватии. Вносятся данные биометрических паспортов водителя и пассажиров, точный адрес забронированных апартаментов, даты брони и ответы на вопросы контакты с COVID. После заполнения вы получаете сертификат, который необходимо распечатать. А теперь все по порядку. Поездку запланировали еще в феврале, в надежде на то, что вся эта ситуация с вирусом к июлю благополучно разрешится. Выбрали курортный городок по своему вкусу. Выбрали подходящие апартаменты с видом на море, в окружении гор, утопающие в зелени. Забронировали на букинг, внесли 30-процентную предоплату и стали ждать отпуска. В Греции. Да, вы не ослышались. Путешествие планировалось в Грецию. Имея опыт прошлогодней поездки в Паралле и Катерине, знали, что для окончательных сборов вполне хватает недели. Для оформления медстраховки, зеленой карты, покупки равенетки и виньетки. Но 1 июля внесло свои коррективы, когда объявили окончательное решение – Украину в страны ЕС не пускать. Пятимесячное ожидание нашего тщательно спланированного путешествия в Грецию за одни сутки в режиме онлайн было перенесено на следующий год. Отдельная благодарность хозяевам забронированных апартаментов. В течение следующего дня была изучена вся доступная информация, куда и каким образом возможно на своем авто выехать за пределы Украины, дабы не терять год, отказывая себе в удовольствии путешествовать и познавать мир. Принимающих Украину стран оказалось пять. Турция, Хорватия, Албания, Черногория и Египет. В Хорватию появилась возможность доехать на своем авто благодаря Венгрии, открывшей для нас транзитные гуманитарные коридоры. Последующие сутки ушли на изучение курортов Хорватии и пляжей. Ведь относительно песчаных и мелкогалечных с плавным входом в этой стране оказалось не так уж и много. Ближе к вечеру был таки найден городок, отвечающий всем нашим требованиям. И соответствующий пляж, не далее 150 метров от гостиницы и окружения гор, и апартаменты с видом на море, с предоставляемой бесплатной парковкой, и некоторая отдаленность от шумного, кишащего туристами центра вблизи национального парка Поклиница. Забронировав апартаменты на букинг, следующий день был потрачен на составление подробного маршрута, покупку зеленой карты и медстраховок. Матрицу, так называемая плата за проезд по дорогам Венгрии, было решено приобрести сразу при пересечении границы. Сегодня 11 июля, трасса Киев-Чоп, и впереди прохождение двух контрольно-пропускных пунктов. Увидимся завтра, надеемся, уже в Хорватии.